Привет, привет, привет! Во-первых, спасибо, что смотришь этот выпуск. Для меня это очень-очень важно. Я, кстати, вообще думал, что этот выпуск я сниму на улице, на каком-то красивом пейзаже, но ничего не получается. Мы сейчас живем на Красной Поляне, и у нас сейчас 36 градусов. И находиться на солнце просто невозможно, если только у воды, но будет постоянно мешать шум. И то я думаю, что здесь идет сейчас шум от кондиционера. Этот выпуск, он нулевой. Это наше непосредственное знакомство именно с тобой. Возможно, ты меня знаешь, возможно, ты меня не знаешь. Но этот канал, канал четкий, я создал не только для бизнеса, где я буду рассказывать про старт, про какие-то технологии, какие-то инсайты, новые фишки в бизнесе. Но тут также есть наше путешествие с семьей, с детьми. Также на канале вы можете видеть вайны. Мне просто в кайф снимать всякие ролики из жизни. И это мы упаковываем видео. Про бизнес достаточно много будет информации. Я лично не смогу в ближайшее время тебе рассказать, как построить большую компанию с оборотами в миллионы, я не знаю, долларов, либо в сотни миллионов рублей. Наверное, это не ко мне. Я пока прохожу мимо, потому что таких результатов у меня нет. Мои компетенции именно заключаются от нуля до трехсот. Это если выстраиваешь компанию до десяти человек, больше я ничего не делал и не пробовал. Так вот, давайте знакомиться. Во-первых, меня зовут Слава. Мне 27 лет, я женат, у меня двое детей. Я с 12-го года занимаюсь бизнесом. Как я пришел в бизнес? После школы я устроился работать в ресторанный бизнес, в шоколадницу. И в 12-м году я принял твердое для себя решение, что так продолжаться больше не может. Нужно оттуда уходить. И у меня тогда был очень хороший пример. Мой отец незадолго до этого, где-то за год или за полтора, купил себе газельку. Ну и сам ездил как водитель. Я, в принципе, смотрел на него. Работает, деньги есть. Вроде сам себе начальник. Я думаю, ну, не буду изобретать какой-то другой велосипед. Я попробую с этого. Я написал заявление на увольнение, купил себе газель старенькую и начал работать. Так вот, сразу говоря об этом, я сейчас до сих пор занимаюсь логистикой, только уже в другой, в другом направлении. Я давно уже сам не езжу. Я занимаюсь организацией грузоперевозок по всей России. Также возив в Белоруссию и в Казахстан. Я несколько лет ездил на газельке. Мы пробовали стартовать различные бизнесы, но все было безуспешно. В 2015 году я более зрело подошел к стадии открытия какой-то компании, какого-то бизнеса. И тогда я купил мебель на фабрике. Закупил, ну, там немного было, но смысл в том, что это был мой первый опыт с нулем компетенции в маркетинге, как двигается сейчас бизнес. Я просто купил, начал продавать, не зная ничего, и не пошло. И, кстати, это единственная ниша, единственная ниша, на которой я прогорел, на которой я сработал в минусах. Это был мебельный магазин, назывался сайт «Мебель Подольска». Ничего умнее я, к сожалению, не придумал. И на тот момент, на тот момент, в 2015 году продались детские кроватки-машинки. Они были очень простые, за 3 800. И я понял, что вот, если это продается, значит, нужно сюда пить. Сейчас этот магазин называется Sleepcar, sleepcar.ru. В 2016-2017 году мы очень твердо встали в этой нише, мы зашли вовремя и оборачивали 3 миллиона за месяц. За 100 кроватей ежемесячно мы продавали. Мы стали некими лучшими дилерами в Москве и Московской области. Мы отгружали по России, мы сделали несколько отправок в Европу. Мы действительно были молодцы. Штат сотрудников насчитывал примерно 10 человек. Это если брать еще удаленщиков, которые нам помогали в создании каких-то рекламных картинок в Инстаграме, в группы и так далее и тому подобное. Мы очень хорошо твердо стартовали. Потом, конечно, многие увидели эту нишу и начали тоже заходить. И каждый отрезал свой кусок пиццы. И потом стало очень тяжело. Плюс фабрика тогда запустила свой интернет-магазин и стала дико скупать весь трафик в интернете. Тогда я совершал уже определенные попытки по разным нишам. Дополнительно мы продавали электромобили, мы продавали детские игровые комплексы уличные. Мы продавали кроватки круглые премиум класса. Потом продавали детские кроватки за 10 тысяч тоже круглые трансформеры. Мы также продавали, качали новый бренд Takababy Укачайка, автоматическая кровать. Но это все приносило, но это было, в общем, мне почему-то стало вдруг неинтересным. И тут ко мне подошел знакомый и говорит, Слав, а давай попробуем запустить бизнес по установке, изготовлению, обслуживанию автоматических гаражных ворот. Я думаю, ну здорово, давай попробуем. Я покопался в нише, мы сделали сайт, настроили Яндекс.Директ, подключили Авито, Юлы тогда не было. И плавно начали бить. Мы отработали сезон и сделали достаточный результат, чтобы двигаться дальше и развивать компанию. В этой нише поворотом я бы делил бы сразу на несколько подниж, потому что можно все это дело разделить изготовлением, вообще не заниматься, а покупать уже готовые, например. Также и сервисное обслуживание, тоже другая уже ниша непосредственная. Мы очень хорошо отработали сезон, но в итоге мы потом не сошлись с партнером и просто решили разбежаться, чтобы не испортить наши дальнейшие отношения. Магазин Слепкар сейчас работает и продолжает приносить деньги. Он работает уже в большей степени в автоматическом режиме. Мы не закидываем туда рекламу особых денег, потому что сильно там много не вырастешь. И я ищу для себя постоянно новые какие-то нижечки, где действительно можно стрельнуть и создать как раз большую компанию, о которой я тоже потом смогу поговорить. Сейчас у меня две компании, которыми я занимаюсь. Это Слепкар и Логистический бизнес, Организация грузоперевозок по всей России. И тот, и тот является бюджетонаполняющим. Логистика – это очень классный бизнес. По логистике я сделаю, я создам школу, буду обучать ребят. Любой бизнес, который я хочу запустить, я смотрю прежде всего на онлайн. Я принял для себя решение, точнее мы приняли это всей семьей, нам очень нравится путешествовать. Мы не хотим останавливаться на одном месте, жить себя приковывать. По крайней мере, на данный момент мы так точно решили жить разъездом. Поэтому я смотрю только на онлайн, те бизнесы, где можно зарабатывать только через интернет, находясь в любой точке мира. Поэтому первый интернет-магазин Слепкар для меня таким является. И второе, конечно, для меня является именно логистика. Точек масштабирования много, но я не знаю, как строить большую компанию. Я общался с людьми, мне советуют, но я пока, видимо, до этого не дорос. Скорее всего, мне не хочется какой-то жесткой ответственности за много персонала, где будет. Почему-то, когда в Слепкаре было очень-очень все хорошо, то приходилось решать другие немножко вопросы, которые я пока не готов решать. Также сейчас мы занимаемся развитием YouTube-канала, поэтому обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите в комментариях, что будет интересно. Следующий выпуск, следующий выпуск я посвящу дропшиппингу. Это будет большой выпуск дропшипа. Я расскажу, как работает дропшиппинг, какие в нем есть плюсы, какие есть минусы. В общем, я вам расскажу всю правду, потому что эта компетенция у меня тоже есть. Тоже есть. Если кому-то интересно, пишите. Я расскажу, как правильно выбрать нишу. Не просто лишь бы что-то продать, а чтобы из этого сделать некий действительно качественный продукт, качественный опыт, создать какую-то микрокомпанию, а потом, возможно, вырастить ее. Поэтому обязательно пишите. Обязательно следующий, по-любому следующий выпуск будет про дропшиппинг. Как я уже собрал несколько голосов, которые хотят увидеть этот выпуск, мы тестировали тоже также дропшиппинг. В слепкаре, когда мы набрали достаточно большие обороты, к нам обращались дилеры, работали через нас дропшиппинг. Поэтому, в принципе, эту кухню я знаю изнутри, знаю, как работать. Кстати, логистика, она своего рода является тоже неким дропшиппингом. Ты тоже принимаешь заявку, ищешь машину, передаешь какому-то логисту, он уже ведет, немножко контролируешь и получаешь непосредственно деньги. В принципе, если ты не производственник, во всяком случае, ты работаешь в системе купи-продай, это самое легкое. Мне кажется, на старте дропшиппинг это самое классное. Поэтому подпишись на канал, поставь лайк. Я думаю, что наше знакомство прошло. Подписывайся на мой инстаграм, там будет тоже много всего интересного. И увидимся в следующем выпуске.